Вероятность переворота государственного, она, конечно, ничтожна на данный момент, потому что для того, чтобы произошел какой-то переворот внутренний, должно собраться критическое, ну, не меньше пяти количества участников, но эти все участники должны быть в обязательном порядке связаны с госаппаратом, с армией, связью и прочим, потому что... Вы имеете в виду заговорщиков, которые могли бы совершить внутренние, так сказать... Это кто-то должен быть вот из этой кремлевской каюк-компании, понимаешь? О, наконец-то пальто упало, мы ждали этого, две передачи. Это на словах про каюк-компанию, отлично. И вот таких нету, да? А почему их нет? И у меня есть ответ на этот вопрос, потому что Кремль проводит изумительную, точнейшую, тонкую кадровую политику. Смотри, вот привожу пример. Мы все смеемся тут хором на Драгозином, любим посмеяться. Он притчевый языцах, олицетворение вообще всех, неудач всех, глупости. Не случайно у него бессрочный контракт на управление Роскосмосом. Я тебе скажу поразительную вещь, Оля. Вот Дмитрий, он очень не глуп, и он не сволочь, он не дурак и не сволочь. Но он настолько не на своем месте, вот прям вот как тот тюлень из чукотской сказки, который ухитрился посвататься к юной чукчанке, и даже уже почти вступил с ней в брак, но был разоблачен родственниками. И вот этот тюлень Рогозин, он действительно не на своем, он настолько не на своем месте. Поэтому и возникают все эти утопления, такс, все эти игрушечные корейские роботы, дырки в МКС. Вот представьте себе на секундочку на месте Рогозина, возглавляющего Роскосмос, человека, жесткого, грамотного, огненного технаря, кумира всех технарей страны, человека, который умело пользуется обветшалым, но еще сильным наследством совка космическим. При этом показывает, в общем, некие фокусы, не масковские, но фокусы, да. И у него еще хватает ума постоянно рассказывать, из какого говна он делает эту конфетку. Вот очень быстро, очень быстро проценты народной симпатии, как блохи, начнут с президента перескакивать на такую фигуру. Совершенно верно, понимаешь, да? То есть там и не может быть сильной фигуры. Рогозин был бы очень не сволочь, правда. Он ни разу, вот что я себе не позволял, может, ты изменишь о нем мнение, я узнал, он ни разу на меня не пожаловался. При том, что все остальные жалуются регулярно и постоянно. И вот Рогозин был бы, конечно, потрясающим министром СМИ и печати. Он был бы силен, он обрел бы сочность, он был бы на своем месте. Но кому он нужен в таком качестве, кому он нужен в этой силе? Это же все-таки проверенные методички, когда немножечко, вот берем там Ромео и Джульетту, да? Но артистку, которая предназначалась на роль кормилицы, мы ее назначаем играть Ромео. Джульетту. Да, а бородатый фра Лоренцо, он в роли Джульетты. Вот достигается невероятный эффект идиотизма, эффект, которому имя Россия. Зато власти уютны, и никто не созреет до опасной величины, никакой опасности не представит. У нас же лозунг есть, если бы не Путин, то кто? Совершенно верно. Вот, собственно, и... И вот Владимир Владимирович мудрый обеспечивает собственный комфорт разрушением государства, но, тем не менее, в общем, мы понимаем, что никакого разрастания ни одной фигуры в фигуру политическую не произойдет. И вот даже, например, эта нынешняя попытка искусать Путина в связи с его дочкой и в связи с внезапно разбогатевшим зятем Шамаловым, она тоже абсолютно безвредна. Он как дачник этих комаров и старается не расчесывать их укусы. Ну, СМИ, как всегда, пришло к Пескову, да, с вопросом, а что ж такое с зятем Путина и что ж такое с дочерью Путина, откуда взялись эти средства? Ну, Песков по своему обыкновению спросил, а что такое дочь? Ну, он действительно умеет, вот умеет блестяще вывернуться. И сейчас, чем занимается власть, они ведь хотят свои вот эти представления о жизни закрепить, как некие правила дорожного движения, не обсуждаемые. Но это правила дорожного движения, которые пишут папуасы. Оно равноценно. Вот видите зеленую машину, значит, нужно описаться. А если машина красная, дергайте себя за уши. Эти правила дорожного движения ни комфорта, ни безопасности дорожного движения не обеспечивают. Но они хотят вот этот дегенератизм сделать абсолютно нормой. И причем, надо сказать, что этот идиотизм не только вот в этих чиновных слоях. Ты знаешь, да, у вас там в Москве задержали мага. Мага. Мага-африканца. Черный маг-африканец. Он обещал желающим удвоить их денежную сумму с помощью колдовства. Причем подготовленный. Клонировать. Да, подготовленный. Талантливый чек. У него заготовлены были растворы. Он показывал действительно, как из одной купюры. Он делает две из тысячной купюры. И теперь ему в одиночку придется расплачиваться за глупость москвичей и идти в тюрьму только потому, что нашелся идиот, который уверовал в то, что волшебным образом можно вдвое увеличить сумму в 22 миллиона рублей. Он притащил эту сумму на своем горбу, сгрузил и стал ждать приготовления волшебного африканского раствора. А потом в отделении милиции он, значит, вместе с хохочущими ментами, тоже жертва стыдливо смеялась над собственной глупостью. Заливались полицейские, заливался мошенник. Но самое крутое и смешное, что подсыхало в этот момент никем не замеченное на страницах протокола, что оказывается пострадавший кандидат технических наук. И вот надо понимать, что идиотизм это преступление гораздо страшнее, чем мошенничество. И на самом деле хотелось бы их просто теперь поменять местами.